Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос. Вопрос касается следующего. Несколько лет назад я познакомился в интернете с мужчиной, который живёт в другом городе и начала плотно с ним общаться. В некоторый период с ним ладим у нас из общей интереса и обсуждаем разные сферы жизни, он внимательный ко мне, постоянно делает комплименты и кажется адекватным человеком. Но порой, когда я произнесу или напишу какую-то обычную фразу, которая ему вдруг не понравится, он быстро превращается в другого человека. Становится высокомерным, агрессивным, кричит, оскорбляет меня, называет тупой, пустой, невнимательный. Причём целословесный диалог доходит до такой степени, что мне кажется, будто человек меня ненавидит и хочет уничтожить. Ещё и обвиняя меня в том, что я его провоцирую своей тупизной, что он нормальный человек, а я нет. Кроме того, в нашем общении он часто рассказывал про свою бывшую жену и о своей ненависти к ней, так как они разошлись со скандалом. Так как не надоело слышать о ней, я спокойно просил не начинать эту тему, но он агрессировал это моё моральное право рассказать о бывшей жене. Это мой опыт, и я хочу о нём говорить. Но если ему не нравилась предложенная мной любая тема, он её высмеивал или сразу прислал, добавляя, что эти истории ему не интересны. В один из периодов, когда мне было душевно неспокойно, я поделилась с ним, что мне плохо, у меня суицидальные мысли. Но вместо подлеточки я услышал, что мне с этим делать, мне тебя типа отговаривать от самоубийства, ты королева что ли, я же не прихожу никому и не говорю, что хочу умереть. Также во время конфликтов он заставил меня чувствовать, что все его бывшие девушки прекрасные, а я какая-то ничтожная и недалёкая. Мы прекращаем общаться после его спешек дня, и через некоторое время он снова пишет, как бы ни в чём не бывало, с намёками на извинениями, на извинения и словами, что у него ко мне чувства, привязанность, он почти во всем был не прав, ему не хватает общения со мной. Я не раз предлагал ему встретиться, но что встречи приносило, что он избегал его, говоря, что боится, что в первый же день мы разругаемся, или он влюбится в меня и в его жизнь, по его словам, преродисовал. Избегал он именно меня с другими девочками, он охотно имел отношения, меня избегал, даже если я просто предлагал ему секс, и не более. Не так давно я снова поссорилась с ним, потому что по старой схеме ему не понравилась сказанная мной фраза. И он превратил обычный диалог в скандал, добавляя, что ему всё равно на меня, что он может уничтожить меня в глазах других людей, что я глупый, не умею слушать, он всегда начинал со мной общаться, ожидая, что я поумнело-помудрело, но в итоге со мной не происходят изменения в лучшую сторону. В конечном итоге я уже в слезах записал голосовое сообщение с требованием оставить меня в покое и заблокировал его. Что может быть не так с этим человеком, и почему он ведёт так себя по отношению ко мне, и как мне противостоять подобным людям? Ситуация в том, что у вас есть трудности с самооценкой, у вас есть совершенно очевидно, что внутренние собственные личные конфликты, которые оказывают влияние на то, с какими мужчинами вы взаимодействованы. То есть отсутствие личных границ, опоры на себя, наличие опыта боли, не прожитой в прошлом у вас. Все это даёт вот примерно такое состояние, когда вы, условно говоря, даёте человеку шанс. Даёте человеку шанс на то, чтобы он исправился, например. Понимаете? Вы по одной и той же схеме, следуя вашим словам, вот, вы по одной и той же схеме с ним ссоритесь. Ну, по крайней мере, ссорились вот до сих пор, пока не расстались, да? Вот. И о чём это говорит? В первую очередь это говорит об ожиданиях ваших, то есть у вас к нему ожидания. Так же, как и у него к вам, кстати. Это важно. Это говорит о том, что вы не прислушиваясь, не опираетесь на себя, а вообще-то человеку получается довольно легко вас задеть. Вот. И это получается, что вы вот себе что-то не принимаете, да? Пытаетесь опереться на другого человека, чтобы вот как-то это, ну, скомпенсировать. Вот. И снова и снова, ну, снова и снова обжигаетесь, снова и снова получаете вот в этом смысле негатив. К сожалению. Вот. Поэтому тут нужно смотреть на то, тут нужно смотреть на то, как мне кажется, как мне кажется. Тут нужно смотреть на то, что вы не принимаете в, ну, вот, в себе самой, да? Что конкретно вы не можете принять в себе самой? В чем у вас, вот, ну, сложность в принятии себя, например? Вот. Это очень важно. Очень важный момент, потому что есть ощущение, что вы себя не знаете. Просто. Есть ощущение, что вы просто не понимаете, ну, как, кто вы, ну, кто вы, вот, вообще кто вы, да? Да, какое вы чувствуете? Вот. То есть как бы у вас вот есть, а-а-а, у вас есть, э-э, ценность, вот. Ну, в этом смысле, вот ваша, ваша ценность. М-а-а, вот. И вы ее, эту ценность, просто вот не, ну не замечаете, эту ценность. Поэтому ваша задача здесь заключается в том, чтобы лучше себя узнать, получше на себя опираться, подкорректировать свое восприятие себя, подкорректировать свое отношение к себе. Понимаете, такая штука. И дальше, я думаю, вы вполне себе смогли бы двигаться вперед. Мне особо, грубо говоря, не особо обращаю внимание на человека. Вот, я думаю, примерно так. Я думаю, примерно такой ответ вам можно дать. Ну, вот сейчас, с точки зрения психологии, да, с точки зрения психотерапии. То есть, конечно, это тяжело, это все больно очень. То, что вы описываете. И вас это очевидно травмировало. Но, тем не менее, ситуация остается такой, какая она есть. Вот. Дальше. Дальше. Вот, вот видите, я произнесу фразу, человек, а человеку она не нравится, он превращается из другого. Вот, мне кажется, будто он меня ненавидит и хочет уничтожить. Это вот история уже про вашу собственную проекцию. Знаете? То есть, после первого раза, когда это случилось впервые, вы, обратите, пожалуйста, на опоминание, вы оставили все как есть. Понимаете? То есть, обратите, пожалуйста, внимание, вот впервые такое случилось у вас, да, впервые, и вы позволили этому повторить. Вопрос. Почему? Вы сделали это для человека? Ну, в смысле, вы сделали это для него, чтобы он был счастлив? Нет. Я так, по крайней мере, не думаю, я не думаю, что вы сделали это. Для того, чтобы человек был счастлив. Я думаю, что вы это сделали для себя. Пытаясь решить какую-то свою проблему. Только очень важно понять сейчас, что это за проблема, которую вы пытались решить. Понимаете? Что это за проблема. Вот конкретно, что это за проблема. Вам, может быть, чего-то не хватает? Вам, может быть, чего-то не нравится, ну, чего-то недостатка. То есть, вам, может быть, значит, ну, вы чего-то боитесь потерять. Да? Ну, для себя, например. То есть, это нужно выяснить, это нужно прояснить. Исследовать. Понимаете? А пока что? Ну, вот так. Пока что. Пока что, вот. Такая история. Такой аспект. Такой момент. К сожалению. Понимаете? Какая история. Вот я думал, я думал, как-то так, можно вам в целом ответить на то, что вы спросили. Бороться против таких людей не надо. Ну, именно, вот, бороться. Бороться не надо против таких людей. Ну, на мой взгляд. А вот личные границы ваши. И именно, вот, личные границы ваши. Исследовать. Это вот очень даже полезно было. Вот, то есть, чем лучше вы понимаете и чем лучше вы чувствуете, свои личные границы, чем лучше вы их ощущаете, тем соответственно у вас больше шансов, что вы, ну, вот, в такую историю, да, такую ситуацию не попадете. Вот. И, конечно же, проживать вот болезненность, которая у вас есть. То есть, ну, боль, как-то, травму, которую, вероятно, причинил вам этот человек. Ах, вот. Ну, своими действиями. К сожалению. То есть, прожить, прожить вот эту вот, ну, вот эту боль, которая у вас очевидна есть. Что, в принципе, может быть и не будет чем-то легким. Вот. Но, по крайней мере, необходимо. То есть, это прямо необходимо для вас. Вот. Ну, на мой взгляд. Вот как-то так, как-то так, я думал, можно вам ответить. Вот. Вот. Много, конечно, вам сочувствия здесь. Много к вам тепла. Вот. Хочется вас поддержать. И я думаю, что это вполне реально сделать. Да. Вот. Если вы позволите нам это. Вот как-то так. На этом все. Буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. А я вам желаю всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь за помощью. Вам она пригодится.